Праздник прошел, но празднование продолжается. В Управе Коминтерновского района состоялась церемония награждения победителей участников открытого онлайн-конкурса рисунков и плакатов «Малый Сатурн». Его проводили на площадке сообщества «Комкультура» в социальной сети ВКонтакте. Творческое состязание было посвящено 80-летию знаменитой наступательной операции, исход которой во многом обеспечил победу в Сталинградской битве и освобождению как самой столицы Черноземья, так и всей Воронежской области. Участие в конкурсе приняло сотни образовательных учреждений, причем расположенных не только в Коминтерновском районе, по всему городу. Свои работы в номинациях «Плакат», «Рисунок» и «Экспозиция» прислали 800 ребят. Их оценивало жюри, состоявшие из сотрудников районной управы и привлеченных специалистов. Одновременно проходило и онлайн-голосование. Среди победителей коллектив музея школы номер 29. Руководитель Валентина Московкина и ее ученики создали потрясающий макет, который сейчас выставлен в образовательном центре «Орион». Среди конкурса в городе мы заняли первое место, наш макет. Среди областных конкурсных работ наш музей занимает своим макетом второе место, областное. Ребят наградили дипломами, руководители вручили благодарность. Вот такого плана. Ну вот представили макет, значит, размер 50 на 70. «Очка-дон» с изгибом. Значит, мы с ребятами закупили в интернет-магазине «Звездочка» определенного масштаба фигурки вражеские и советские. Разного вида танки, самолеты и фигурки в разных положениях солдат. Бегущие, стреляющие, раненые. На базе наших организаций реализуется военно-патриотическое воспитание детей. Мы понимаем, что мало разборки-сборки автомата Калашникова. Нужно, чтобы они понимали, о чем говорят и понимали, зачем реализуется наша работа. Поэтому, увидев вот такой конкурс на сайте Комкультуры, мы как раз-таки его заметили и решили, почему бы детям не поучаствовать. Пенсионерка из Воронежа стала лучшим серебряным волонтером страны. Кулинар, певица, поэт, заботливая прабабушка и педагог. Все это о Тамаре Бородиной. Даже на заслуженном отдыхе ее будни расписаны буквально по минутам. Наши корреспонденты застали волонтера за проведение мастер-класса для подопечных регионального общества глухих. Подробности у Алины Белокопытовой. Отщипнули, отщипнули, да. Отщипнули, ребята. Посмотрите, вот в такой вот бантик сложили. Нам сейчас блюдечко принесут, с водичкой поставят, чтобы мы намочили ручку и скрутили немножечко. Помощь, улыбка и сурдопереводчик. И вот контакт уже налажен. Работа над поделками кипит. Участникам мастер-класса подопечным регионального общества глухих серебряный волонтер Тамара Бородина предложила своими руками сделать главный символ Нового года – елочку. Что мы нарисовали, а когда накладываем салфетку, она преображается немножко в другой образ. Объяснять просто, доступно и наглядно, демонстрируя каждый шаг, чтобы все было понятно. При работе с особенными учениками это важно вдвойне, говорит Тамара Григорьевна, педагог по образованию. И тут же добавляет, главное все же заинтересовать людей творчеством, зажечь огонь их душ. Тогда фантазию будет не остановить. Спасибо, что пришли, нас обучали, как делать мастер-класса, поставить утворы елочки. Получилось у меня, и хочу, чтобы всем так все поучиться. И буду учиться про внучку у меня. Все обучается. Активистки из советского района Тамаре Бородиной почти 70, но возраст всего лишь цифра, уверен и волонтер. А выход на пенсию точно не повод сидеть сложа руки. То, что мы пытаемся себя занять полезным делом. Не сидеть, не грустить в уголке, в одиночестве, а именно полезным для души дели. Когда меня просят где-то помочь что-то сделать, я иду с удовольствием, пока, слава Богу, здоровья хватает. Я настолько вот этим дышу, живу, то, что я востребована еще. Для меня это в радость. Если я людям доставляю удовольствие, если, как говорится, меня с душой слушают, мне это вдвойне приятно. Действительно, вы, наверное, видели, что они очень увлеклись этим, им это очень интересно. И я думаю, что мы в дальнейшем будем дружить. И будут такие желающие, которые будут ходить и будут учиться, и будут вот такие замечательные подделки делать. Человек, который с потерей слуха, у нас они все члены нашего общества, Конечно, у них они очень талантливые. У них вот такое направление. Они рисуют, хорошо разные подделки делают, шьют хорошо. Ну, большие мастера в этом направлении. На все руки мастер и волонтер Тамара Бородина. Она рисует, вышивает, плетет из бисера, а еще поет в ансамбле «Советские девчата» и даже пишет стихи. Совсем не умею играть на гармонии, но как только заслышу я звуки ее, Песни сами из уст моих русские льются, замирает тихонечко сердце мое. Таланты воронежской пенсионерки высоко оценили на Всероссийском форуме добровольцев в Москве. Тамару Бородину признали лучшим серебряным волонтером страны и вручили ей заслуженную награду. И пока это все. Оперативная лента новостей обновляется на нашем интернет-канале ТВ «Губерния». Завтра итоги недели подведет мой коллега Иван Грещук. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи в эфире.